В частности, способы разрезать треугольник, четырехугольник и пятиугольник, диагонали на треугольнике. При этой диагонали запрещено пересекаться внутри фигуры. Давайте решим такую же задачу для шестиугольника. Посмотрим, как может выглядеть треугольник, прилегающий к нижней стороне. Способов всего четыре. Очевидно, что этот способ дает два разреза. В самом деле, если у нас уже есть этот треугольник, то мы проводим либо так, либо вот так диагонали. Этот способ даст тоже два разреза. Потому что мы можем либо вот такую диагональ провести, либо такую. А вот каждый из этих способов даст, очень даже может, даст пять. Пять вариантов. В самом деле, после отрезания заштрикованного треугольника, у нас возникает пятиугольник. У нас на самом деле возникает пятиугольник. А задачу про пятиугольник мы сегодня уже решили. Так, давайте посмотрим все эти варианты. Так, я везде штрихую наши треугольники. И теперь легко рисуем все способы. Вот один, вот второй, вот третий, вот вам четвертый, и вот пятый способ. Значит, это для шестиугольник. Я, естественно, внесу, должен тоже успеть нарисовать все способы. Где, тише? Не надо взрослым садиться, да? Не надо. Берегиально мешает. Они смотрят на вас и не улучшатся. Потому что, естественно, что взрослые не могут такой же треугольник улучшить в школьном. Так, везде рисую заштрикованную треугольник. Какая-то, везде заштрихованные треугольник. И способы отрезания. То есть, здесь такой, здесь способ, так, что еще бывает. Какой-то. Сейчас я посмотрю. Такой способ бывает. И такой. Мало, у меня система немножко поломалась, но вроде бы все пять способов я действительно нарисовал. Таким образом, для шестиугольника получается четырнадцать вариантов. Значит, здесь у нас пять, здесь два, здесь один. И возникает знаменитая последовательность каталанта. То есть, вообще, есть интиматики, а последовательность Сибоначчи. Она начинается так. Один, один, два, три, пять, восемь, тринадцать, двадцать один, тридцать четыре, пять, пять и так далее. Каждое следующее число – сумма двух предыдущих. А вот последовательность каталанта выглядит так. Ну, в нее тоже принято начинать с двух единиц. А потом идет двойка, пятерка, четырнадцать, сорок два. Так, кто у нас на предыдущем дружке был? Вот, отлично. Вот, сейчас вы пройдете у меня. Нет, ребят, я помню, что вы у меня есть. Спасибо вам за верность. И ровно поэтому я сейчас буду делать немножко не то, что был на предыдущем. Но, для того, чтобы те, кто не был на предыдущем дружке, все понимали, давайте-ка мы пойдем и быстрее вам объяснить. Вперед, ребята. Как решать задачу по Сибоначке? Ну, вот, вот эту тряпку не решать зад ba interrupt. Тут будет единица, тут будет единица, тут будет двойка, тут пятерка, тут будет четырнадцать, а тут сорок два. Да, дальше. Это надо обнимывать. Во всех столбиках надо перебывать. Two, можно один, лучше сорок раз. Тут будет четырнадцать, тут десять. Тут 10 тоже, тут 14, тут 42. Ладно, и? Это надо слагать. Это получено 132. И значит, вот в следующем число последовательности Калана это 132. Единственное, давайте я вам нарисую синий угольник. Вот синий угольник. Решины давайте обозначим. А, Б, С, Д, Д. Да, пожалуйста. Как так же, как для шестиугольника, объяснить, как находить количество способов для синий угольника? Ну, вот это уже я, я думаю, что... Что? Нет, а почему операции такие? Смотрите, пожалуйста. Вы сейчас объяснили некоторые алгебраические вычисления. Вот там надо так-то написать, так-то перемножить, так-то сложить. Получится ответ. Какое отношение имеют 5 алгебраические вычисления к семиугольнику? Подсказка. Надо разобрать 5 случаев. Когда отрезается треугольник А, Б, С, когда отрезаем треугольник А, Б, Д, треугольник А, Б, Е, А, Б, Ф и А, Б, Ж. Значит, для каждого из этих треугольников мы должны посмотреть, сколько способов, когда этот именно треугольник отрезан. Вот первый вариант. Отрезали треугольник А, Б, С. Скажите мне, пожалуйста, что осталось от треугольника? Абсолютно верно. А, С, Д, Е, Ф, Ж. Шестиугольник. Сколькими способами шестиугольник можно разрезать треугольник? Четырнадцатью. Четырнадцатью. Так, тогда я не буду получить. Потому что... А, да, потому что вы нашли число 132. А надо было никто. Понятно. Хорошо. Хорошо. Четырнадцатью. Сколькими способами, есть ли вот такой треугольник? Сколькими способами его можно? Да? Пятиугольник. Его силу. Совершенно верно. Почему? Потому что этот и так отрезается. Остается пятиугольник. Остается пятиугольник. Отлично. А если мы отрезаем А, Б, Е, тогда что? Двумя. А вот и не двумя. Четырьмя. Четырьмя. Объясняю почему. Здесь или Е, С, или Б, Д. И здесь или Е, Ж, или А, Ф. Два варианта. Два варианта здесь и два варианта здесь. Два, Р, Д, 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 Четыре. Да. Хорошо. А если отрезаем треугольник А, Б, Ф? Тогда сколько спослов? Ноль. Нет, не ноль. С один. Тогда вот этот треугольник тоже отрезается, да? На самом деле. Остается треугольник. Опять пять. Молодец. Когда отрезаем А, Б, Ж, то 14, конечно, складываем, находим все способы. Итак, я, поскольку вижу, что вы этот лоб понимаете, то давайте я все-таки повторю ту же самую историю. Для случая восьмиугольника. Пожалуйста, кто-нибудь из вас выйдите и для восьмиугольника объясните нам, почему количество способов будет ровно 132. Так, вот вам сторона А, Б. Значит, бывает треугольник А, Б, С, бывает отрезан треугольник А, Б, Н, 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 А, Б, Н. Что я не слышу? Когда вы отрезаете А, Б, С, получается уже с восьмиугольник, а дальше решение... Молодец. И сколько здесь способов? Походим на 4. Нет, не 14. Для семеугольника не 14. Заводим 2 для семеугольника. Так, а здесь А, Б, Х. Пожалуйста, выходи. Итак, получаем 2. Здесь мы, как и выселим море, мы отрезаем 1, например, А, Б, С, получаем семеугольник. Если мы отрезаем А, Б, Х, то остается у нас такая вот сфигура. Шестиугольник. 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 Мы знаем, что у нас вариант 14. Значит, здесь 14. Пиши. Прямо под числом 42. Нажимай, что это на сфиге. Дальше. А, Б, Х. Мы получаем здесь 4, в котором 2 варианта и плюс. Опа! Попался. Попался. В комбинаторике редко бывает на плюс. Если у вас 2 способа. Давайте нарисуем, потому что это принципиально важно. Если у вас 2 способа здесь и 5 способов здесь, то надо умножать. Потому что каждый из 2 способов сочетается. Это знаменитая задача в комбинаторе. Если у вас есть 2 блюдаца и 5 разных кружек, а вы должны пришедшему гостю подать чай. Сколькими способами это можно сделать? Ответ. Берешь в одну руку любое из блюдец. В другую руку берешь любую из чашек. И получаешь 2х5. 10 вариантов. Дальше. Здесь зеркально отражается А, Б, Ф. И вот такой же. Там будет 4-угольник слева, 5-угольник справа. Тоже 10 вариантов. Молодец. 6-угольник. Да, да, да. Отлично. Спасибо за это. А вот теперь, господа, мы воспользуемся материалом предыдущего кружка. У нас тут нарисован треугольник Паскаля. И внутри него треугольник Каталана. Давайте я, конечно, заново сделаю эту картинку, но при этом мне важно, что у вас уже ответ перед вами. Значит, посмотрите. Вот. Так, это все. Это все с предыдущего занятия остается. Что? Начну это. Я их стираю. Я сейчас заново объясню, как треугольник Паскаля рисуется. У вас это можно сделать быстро, потому что соответствующее занятие у вас уже было. Значит, господа, называется это треугольник Каталана. Значит, посмотрите, как он здесь вычисляется. Надо делать так же, как в треугольнике Паскаля, но представить себе, что у нас есть вот стенка, за которую нельзя переходить. Значит, начинаю сверху и пишу единицу. Вот она, эта единица. Потом хочу под ней слева и справа написать единицы, но слева не могу, поэтому пишу только справа. Дальше я могу написать единицы. Под ними могу написать их сумму. Дальше могу написать тройку, двойку, единицу. А так лицо сумм, я что-то делаю? Конечно. Значит, господа, ответ уже есть. Это просто я для очистки совести, что я не только на первом, потому что я написал, но и на втором тоже. Значит, посмотрите, как все легко делается. 5 плюс 1, 6. Здесь у нас получается 14, 28, 27, 1, 42. Совершенно верно. 48, 27, 8, 1, так и так. Значит, господа, здесь он написан для гораздо большего количества строчек. Чем замечательный треугольник Каталана? Тем, что решение очень многих разных комбинатурных продаж это именно какой-то из чисел Каталана. И еще он славен тем, что треугольник Каталана естественным образом вписывается внутрь треугольника Паскаля. Значит, опять-таки, поскольку здесь треугольник Паскаля у меня написан вместе с треугольником Каталана, давайте я для чистой совести напомню, как треугольник Паскаля рисуется сам по себе. Значит, господа, надо начать с единицы, под ней написать с левой... У нас было занятие, посвященное. Да. Дальше. Единица, тройка, тройка, единица. Единица, четверка, шестерка, четверка, единица. Единица, пятерка, десятка, пятерка, единица. Значит, посмотрите, это очень простая конструкция. А между тем, огромное количество разных и фактических закономерностей и, главное, огромное количество разных комбинаторных задач решаются именно при помощи этого замечательного треугольника. Если вы вспомните Форта Дуэля, то, вы помните, там был такой профессор Мариарти? Да. Так вот, профессор Мариарти получил звание... Почему он профессор? Получил свое звание за то, что написал какой-то трактат о бенемиальных коэффициентах. Вот бенемиальные коэффициенты это и есть число треугольника Пасхали. Так что, когда Канандольду надо было объяснить, что человек профессиональный математик, ну, хотя, сразу скажу, среди математиков преступников, поверьте, во много раз меньше, чем среди остальных людей. Так что, это он зря. Это просто сам Канандольд, как известно, был близок к медицине, поэтому ему казалось, что медики, они все хорошие, а математики, они все бяки. На самом деле, неправы. Медики хорошие, математики... Вот. Так, преступник тут ни при чем. Так вот, тем не менее, когда хотелось объяснить, что человек занимается математикой, то было сказано, что он знает треугольник Пасхаля и поставил какую-то работу про него. Господа, вот у нас треугольник Пасхаля. Посмотрите, чем он отвечает за левого. Чем правый треугольник отвечает за левого? Тем, что на левой картинке вписаны разности между соседними числами. Давайте посмотрим... Я просто хочу при вас это вписать. Значит, смотрите. Сюда нолики. Дело в том, что, когда вы заполняете треугольник Пасхаля, естественно, считать, что везде, где у нас не написаны числа, это на самом деле нолики. Так вот, везде здесь вы пишете нолики. И дальше очень простая история. между соседними числами... Ну, только давайте проведем вот такую линию, чтобы отделить левую часть. Потому что там будет число, а я не хочу это взять на число, чтобы получать. Так вот, давайте-ка вписываем разности. Единица, единица, единица. И вы сейчас видите, как возникает в точности та же картинка, что у меня уже есть, что у меня осталось в предыдущем заметке. Треугольник Каталана это разность... Число треугольника Каталана это разности соседних чисел треугольника Пасхаля. Поэтому, если вы все знаете о треугольнике Пасхаля, то вы все знаете о числах Каталана и Навага. Замечательная... Замечательная совершенно история. Вот я вписываю всевозможные разности. Обратите, пожалуйста, внимание. Вот эта вот девятка, это сумма 5 плюс 4. Сейчас я, подожди, я пройду. напишу все-таки побольше. Это 14. Здесь у меня это тоже 14. Сравнивайте и постарайтесь действительно увидеть, прочувствовать, что это одно и то же. Значит, кстати, здесь у нас 5. Ой! Стоп, ребята, а я случайно не ошибся? Нет, не ошибся. Здесь у меня не 5. Здесь у меня не 5. Здесь у меня не 5. Стоп, встало. 35 минус 35 я вышел, почему-то не получил 5. Ни в коем случае. 35 минус 35 это 0, а вот я не пишу. 14, 28, здесь 2. Нет, все хорошо, все стоит. 7. 7. Здесь 1. Здесь 42. 48. 27. Да, я получил ровно ту картинку, которая уже была, которая уже осталась на предыдущем. Что? Я заметил законоверность треугольника Паскаля, ну, то есть симметрия. Это правда. Левое крыло треугольника Паскаля действительно такой, да, у него есть вертикальная симметрия, я понимаю, но ровно поэтому я и отчеркнул. Докажем вот эту важную установку, что любое число треугольника Паскаляна, которое получается как разности, действительно сумма тех, что стоят слева и справа от него выше. Значит, господа, давайте я выпишу в соответствующий кратент нашего треугольника. Значит, какая у нас история? 56, 28 и 8 были числа, между ними в кружочках были написаны. То, что здесь 28 и 28, это случается, здесь на других местах вовсе не обязательно так. Так, здесь было написано число 20 в кружочках, а здесь надо объяснить, почему будет именно 48. Объяснение очень простое. Вот здесь вот у меня стоит 56 и 28, это 84, а здесь стоит 28 и 8, это 96. смотрите, как это будет в буквах. Вот если вот это число обозначено буквой Х, это обозначено буквой У, а это З, то история такая, число Х, число У, число З, треугольника Паскаля порождают разности Х минус У и У минус З, это уже разности треугольника Каталана, это обведенные в кружочек, теперь опять пишу числа из треугольника Паскаля, это по правилу образования треугольника Паскаля, Х плюс У и У плюс З, сумму вот этих Так вот, сейчас мы должны обсудить такой простой вопрос, какое число в этом кружочке есть два правила вычисления этого числа, одно правило такое, мы должны взять разность соседних чисел, то есть из числа Х плюс У мы должны вычесть число У плюс З получится вот что Х плюс У минус У минус З получится Х минус З Второе правило такое число треугольника Каталана это сумма тех, что стоят над ним с левой стороны значит мы должны к числу Х минус У прибавить число У минус З да пожалуйста Х минус У плюс У минус З опять получилось то же самое поскольку Х минус З получился ответ в обоих случаях то мы с вами окончательно треугольник Каталана естественным образом располагается внутри треугольника Паскар все поняли все поняли отлично теперь следующая задача пусть у меня имеется некоторая правильная расстановка скобок пусть у меня есть некоторая правильная расстановка скобок ну например вот такая три скобки открыл одну закрыл две скобки открыл Кстати чтобы не запутаться очень выгодно рисовать так дико вот они три открывающие скобки вот одна закрывающая вот две открывающие скобки теперь давайте одна закрывающая чтобы было не по вашему еще одна рисов Bangl ancestral Потом две закрывающие, это я спустился вот до этого дня. Теперь, например, еще одна открывающая и, например, три закрывающие. Вот пример правильной скобочной структуры и соответствующего пути ДИТа. Так вот, давайте сейчас обсудим, как связана эта самая правильная скобочная структура с путями ДИТа. Идет, что мы сомнели, о пути ДИТа и скобочной структуре, как связаны. А если мы открываем... Вы не объясни. Это не страшно. Когда у нас скобка открывающая, то мы из этой точки идем вверх. Да. И опять, у нас открывающая и вверх. Ага. Вы объясняете, что когда есть открывающая скобка, то надо идти вот так, да? А когда есть открывающая, то надо идти вот так, правильно? Ну, безусловно, вы правы. Но я-то спрашиваю, знаете, я-то спрашивал, где есть поле. Я спрашиваю, как числа, которые есть в треугольнике каталана, связаны с скобочной структурой. Помните? Господа. Так, кто-нибудь, кто был на первом кушке, может, да, больше? Давай. Вот тут вы сравните. Вот у нас прибавляется 2, получается 3. Дальше прибавляется 3, получается 6. Ну, дальше 4. И здесь тоже. Все, все, все. Я понял, что вы ничего не смотрели. Я понял. Спасибо, садитесь. Все, 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 больше не надо. Ну. Вот, ребята. Я вот. Давай. Садитесь, садитесь. Когда мы имеем вот 2 скобки, которые открывающие, мы будем, что я открываю уже, скажем, скобкой, как вот за один вариант. Когда у нас одна открывающая скобка, у нас есть один вариант. То есть открывающая, закрывающая. Когда у нас 2 скобки, у нас 2 варианта. Открывающая, закрывающая, открывающая, закрывающая. И открывающая, открывающая, закрывающая, закрывающая. Да, мы садим, какие диколинности. То есть первым он будет такой, вверх и вниз, во втором – два. Сейчас, сейчас, садись, тоже. Всё гораздо круче. Я понял, что надо решать задачу, которую мы на первом кружке решали, а я думал, что у вас быстрее всё будет, и её пусть и станут решать с вами. Задача идёт. Здесь шахматная доска. И ладья, которая начинает свой путь в левом нижнем углу и заканчивает его в правом верхнем углу. Сколькими способами ладья может осуществить такое путешествие, если ей запрещено подниматься выше диагонали? То есть стёртые клетки просто строго запрещены. Хорошо? Нет? Вы уж подумали, что решение – это только путь. Посчитать количество маршрутов ладьи, которые начинаются в левой нижней клетке и заканчиваются в правом верхнем. Ладье запрещено спускаться и запрещено идти налево. То есть каждый раз она либо на одну клеточку сдвигается вверх, либо ровно на одну клеточку сдвигается направо. Давайте я нарисую типичный маршрут ладьи. Вот, например, так. На самом деле, довольно много. Так, пожалуйста. Тут способы, как тревожник поставит центральный столбец. То есть тут один… Чтобы не поставили, а каталант. Так. Это она… Понятно. И вы будете все способы нам сейчас показывать? Да. И здесь тоже один. Даже вот так вот. Раз. Так, слушайте. Вы везде будете пытаться догадать все способы, ничего не получится. Здесь получается три. Дальше. Не, ну не серьезно. Конечно. Не серьезно. Способов нам уже сказали. Сколько? 429. Это просто мы на предыдущем кружке все посчитали. Вот девушки не запомнили, как мы это делаем. Запомнили ответ. Нереально выписать все 429 способы. Садитесь. Понимаете? Ну, если бы было 5 штук, мы бы их, конечно, выписали. Но 429. Ну что мы имеем? То есть, ночевать собираемся? Нет. Нет. Ну что? Представьте, ночевать 429 досок и на каждой из них указать способы. Ну это же… Ну сколько мило? Да и терпение главное, а главное бессмысленно. Наша цель ведь разобраться в задаче. Понимаете? Цель же научиться, а не решить эту задачу. Если бы нам не было именно про конкретную доску, и от этого зависело бы что-то важное, мы бы, конечно, просто выписали все эти варианты и все. Но наша цель – научиться. Давайте. Это почти так же, как мы решали одну задачу. Как бы тут… Да, мы действительно подходили к этому, задачу уже решали. Там была доска 9х9, но там были такие заменированные двери, вспоминайте. Молодец. 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 Он вспомнил ту задачу. Мы тогда ее не случайно решали, потому что я знал, что будет тему «Прочисла Каталана», и поэтому я тогда ее разбирал. Пожалуйста, у себя в тетради все запомните. Смотрите, как здорово он все делает. Он говорит, что если в клетку можно прийти, скажем, в клетку и сейчас написал 75, можно прийти снизу или слева, то число, которое написано здесь – это сумма вот этих чисел. 75 – это 40 плюс 27. Потому что к способам, которые… последний ход направо, к этим 48 способам, добавляются способы, когда последний ход, это снизу вверх. То есть добавляется 27 способов. Ну, дальше у вас уже немножко не хватает. Давайте я этого сделаю. Значит, итак, 42. Разумеется, здесь 132. Дальше у нас 132 и 165. 155 – это 197, по-моему, да? А, 250, спасибо. 297. Здесь у нас 132. 132 и 297 – это 429. И вот обещанное число 429 у нас. Значит, посмотрите. Получается, что задача о шахматной блоке в качестве своего решения дает нам кусочек треугольника каталана. Согласны? Да. Продолжение следует. Продолжение следует.